Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Евгения Уник, организатор различных праздничных мероприятий. Здравствуй, Жень. Привет. Не так, относительно. Недавно мы были на вашей акции «Замуж за Новый год». Я даже приняла в ней участие, получила подарки. Всё прошло прекрасно, замечательно. Я знаю, что сейчас планируется очередная, не совсем обычная акция. Да, действительно, это так. В общем, очень приятно, что Рязани всколыхнули различные мероприятия. Это хорошо, это несёт сплошной позитив. Новый проект называется «Девишник». «Девишник», ну, соответственно, понятно, что это для девочек, для девушек, для женщин, для не только, кстати, незамужних, хотя предполагается, что «Девишник» – это когда девчонки, перед тем, как выйти замуж, собрались погулять. Но там, конечно, намного шире мероприятие, интереснее и многосерийный, так скажем, проект. А когда, где он пройдёт? Первый, первая серия «Девишника» пройдёт в ресторане «Трюфель» в 4 часа. Мы уже активно приглашаем девушек и тех, кто их хочет порадовать. Вот самыми различными мастер-классами и мастер-шоу, чтобы девчонки могли получить, ну, вот не только красоту, это всё понятно, и мастер-классы, как там губки рисовать, бровки, реснички и так далее, но и смогли своими руками сделать в преддверии «Дня влюблённых» что-то такое сладкий сюрприз для любимого. Но учиться каким-то маленьким танцам, чтобы удивить своего жениха потом на свадьбе. Или удивить своего молодого человека. И вообще послушать, как выйти замуж, потому что у нас даже такое предполагается. То есть такие секретные встречи для девочек, чтобы мальчики не слышали, не видели, а девчонки вышли уже после «Девишника», ну, просто с феерическим каким-то настроением и с массой полезной информации. И причём они её пропели, протанцевали, попробовали, не просто посмотрели, а всё-всё сделали собственными руками. Вот так вот повеселились с пользой. Есть уже какая-то продуманная программа, продуманный план? Что и как будет проходить 7-го, да? Да-да-да, 7-го февраля. Да, есть. В моём представлении это как некое оглавление книги, когда там много-много, я даже боюсь, что всё это не уместится в наше время, 3 часа, много предусмотренных различных вот этих вот мастер-классов или мастер-шоу, как я хочу их назвать. Но из этого мы увидим, что понравилось больше девочкам и женщинам, и что можно потом развивать. План, конечно, есть. И есть уже некие специалисты, мы даже немножко ограничили, потому что, но тогда их будет больше, чем желающих девушек, которые бы хотели в этом поучаствовать. Жень, можешь прям по пунктам перечислить, да, там мастер-класс по макияжу, по танцу, что ещё? Да-да, то есть, ну, действительно, сейчас очень много проходит различных подачек каких-то там интересных мастер-классов и мастер-шоу, да, но чаще всего это, наверное, проходит как выставка или как семинар. Сама по себе знаю, что когда я бываю на различных мероприятиях, мне очень интересно попробовать. Я хочу сама сделать какой-то букетик или чтобы мне нарисовали, вот до сих пор не стёрлась, какой-то красивый узор на руках, да. И понимаю, что и девушкам это интересно, собраться не просто пойти там потанцевать где-то в клубе, это само собой и такое предполагается интересное мероприятие, но и вот что-то попробовать. У нас что будет? Обязательно будет сладкий мастер-класс, где девчонки сделают имбирные печенья, капкейки или что-то ещё, пока, ну, маленький секрет, то есть интригу будем оставлять. Ну, вот это должно быть. А потанцуют. У нас три хореографа предлагают мастер-классы, небольшие связочки в стиле латино и ещё две, про которые не скажу. То есть даже в своих красивых нарядах и на каблуках, в чём девушки придут, они могут спокойно выучить эти связки, потом их в социальной сети выкладываем, чтобы они доучили и показали, порадовали своего жениха или молодого человека. Предполагается, что будет обязательно фотосессия, и будет красивая фотосессия, и будет смешная фотосессия с усиками, шляпками, ну, вот как делают сейчас фото-будки, да, чтобы сразу получить фотографию. Обязательно будет вокальный конкурс. Мы снимем там клип, поэтому девушкам сказали, девчонки, приносите с собой хотя бы маленькую фату любого цвета. Сейчас вот новые тенденции, что даже разноцветная фата в моду вошла, красивых, вот, может быть, белое платье, красивые фата. И мы сделаем даже конкурс на самую оригинальную фату. Ну, и этот некий атрибут будет, конечно, ярко, красиво смотреться в клипе. Обязательно будет образ подружки-невесты, то есть ателье одно готовится, шьёт фатиновые юбки, сейчас это модно, и девчонки выиграют и образ, макияж, и прическу, и примерить эти красивые юбки. Обязательно будет боди-арт и фейс-арт, вот так скажем, да. То есть, ну, вот, и, естественно, некие психологические тесты, но лёгкие в форме игры. И вот какие-то самые мудрые советы от тех, кто уже знает, как выйти замуж, или как быть самой желанной любимой женой для своего мужа или девушкой для своего любимого человека, и выйти замуж. Есть такие специалисты, которые поведают и об этом. То есть, вот, ну, полный набор услуг, так скажем. Жень, вот, ну, многие считают, что всё-таки мальчишники, девичники, всё это пришло к нам с запада. И по себе знаю, что перед свадьбой иногда невестам и женихам не до этого абсолютно. И многие не устраивают подобных мероприятий. Вот по твоей практике, насколько на сегодняшний день девичники, мальчишники приживаются в нашей российской действительности? Ну, я думаю, что эта традиция проводить мальчишники-девичники уже плотно поселилась и основалась и в нашей стране. Действительно, когда я встречаюсь с молодоженами, многие говорят, у нас на этой неделе ещё девичник или мальчишник. Ну, может быть, не в том масштабе, как это принято представлять, что это клуб обязательно, такая большая вечеринка. Но в маленькой уютной компании девчонки всё равно встречаются с подружками. И, я думаю, женихи в том числе со своими друзьями. Скажи, пожалуйста, количество участников, которые будут на вашем девичнике, уже определено? И можно ли к вам присоединиться? Уже есть много участников, которые подали заявки. На сегодняшний день я смотрела, это, по-моему, 59-60 человек. Не все там девушки. Просто я вижу, что даже коллегам многим интересно прийти. Но на самом деле предпочтение отдаётся девчонкам незамужним, потому что для них мы хотим донести всю эту полезную информацию, дать все эти навыки, показать мастер-классы и мастер-шоу. И, конечно же, приглашаем девушек. Будем более тщательно просто отслеживать в группе, кто та девушка, которая может к нам прийти. Хотя мы не ограничиваем, что это именно незамужняя. Может быть, и замужняя девушка тоже подойдёт к нам, и, конечно, мы пропустим. Но должна быть фата, как элемент девичника любого цвета. Она может быть оригинальной, сделанной своими руками желательно, потому что у нас будет конкурс на самую оригинальную фату, и обязательно будут подарки. Очень приятные, очень интересные от наших специалистов, профессионалов. Скажи, пожалуйста, где-то в интернете, может быть, ВКонтакте, можно найти информацию более подробную об этом мероприятии и каким-то образом связаться с вами? Да, конечно. Это мероприятие проводится в рамках проекта «Свадебный эксперт», представителем которого я являюсь в Рязани. И в группе ВКонтакте это «Свадебный эксперт Рязань» мероприятие «Девишник». И там всю информацию можно найти и тех специалистов, которые будут представлять свои мастер-классы, мастер-шоу, и даже поучаствовать в различных конкурсах. Потому что мы проводим много конкурсов, можно выиграть и образ невесты, и образ подружки, и съемку в клипе «Девишник». Ну, в общем-то, много полезного и интересного. Девчонки, следите за информацией, приходите к нам, мы будем очень рады. Жень, очень часто вы устраиваете подобные необычные для Рязани мероприятия. Вообще, зачем все это делать? Вот вам-то это зачем нужно? Ну, я бы так сказала. Конечно, это является частью моей работы, да? Я тут и не буду лукавить. Но ведь работа может быть, когда ты приходишь и уходишь, и она не приносит удовольствия. Есть работа, которую ты любишь, она приносит удовольствие. И кто как не мы сами даем себе пинок, ставим какие-то цели, хотим преодолеть их. Творчество – это, наверное, очень большая двигающая сила. И потом я даже пришла к такому выводу. Ну, если бы я могла существовать без зарплаты, я бы, наверное, все равно делала эту работу. Просто дарить праздник, дарить подарки – это безумно приятно. И выражаться творчески, наверное, очень приятно каждому человеку. Поэтому такие проекты вдохновляют. Жень, большое спасибо и за то, что ты нашла время сегодня к нам прийти, и за то, что вы делаете для нашего города, для девчонок, для мальчишек. В общем-то, вы, наверное, дарите нам радость. Спасибо. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках.